Я полагаю, что это возможно в любой державе, которая богата чем-либо. Вот если бы мы, условно говоря, выращивали бананы, то, по всей видимости, периодически в СМИ попадала информация о том, что бананы стали расти хуже, и поэтому их станет меньше, значит, мы продавать будем их меньше, значит, деньги будут идти меньше, бюджет будет меньше, ну и так далее. Я полагаю, что это всего лишь такая война между нефтедобывающими, нефтепродающими, нефтепродуктов продающими, извините за это горбатое слово. Это же всегда, как бы миллиарды делаются на копейках, на процентах, на курсе, на курсе не валют, а на курсе акций, которые, так сказать, принадлежат тем или иным компаниям, которые занимаются нефтедобычей, нефтепреработкой, нефтепродажей. Вот и все. За этим всегда есть чей-то интерес, например, какого-то нового игрока. Какой-то новый игрок, так сказать, вдруг почему-то, не знаю, находящийся где-нибудь на шельфе, вовсе даже не нашей страны, а на какой-нибудь, не знаю, другом шельфе, в той же Норвегии или где-то еще, втайне открыл месторождение. Поэтому он вбрасывает некую информацию, так сказать, и дальше, вот как домино, принцип домино, она доходит на нас в виде информации по поводу того, что, так сказать, вот в России, так сказать, там либо хорошо, либо плохо, либо бензина не будет, либо будет и так далее. То есть за этим всегда надо следить, опять же, цепочку. Цепочку, кому выгодно. Кулпродезд, великая истина наших великих, так сказать, итальянских людей и итальянского права. Кому выгодно, надо искать. Что касается цен, в принципе, на нефть и цен на нефтепродукты в нашей стране, конечно же, это безобразие. Безобразие, что, прежде всего, я имею в виду сельское хозяйство, что это способ удавки, фактически, нашего сельского хозяйства. Такая цена на солярку, прежде всего. Почему это происходит? А потому что сетевикам, вот всем этим не буду их перечислять, чтобы, так сказать, не попасть вместе с вами в дурацкую ситуацию рекламы разных магазинов, ну, я понятно, о чем речь, да? Огромные супермаркеты, набитые иностранной едой, конечно же, им совершенно не нужно в сельское хозяйство России. В принципе, не нужно. А чем можно его удушить? Чем можно удушить вечную страсть человека, так сказать, что-то такое копнуть, посадить туда зернышко и вырастить? А если получилось много, так еще и подарить, а то и продать. Вот надо на корню это зарубить. Чем зарубить? Да топливом, прежде всего. А ну-ка попробуй, дядя Вань, купить себе на трактор, который жрет там, который сделан был еще там, не знаю, в Советском Союзе, жрет такое количество солярки, что, так сказать, и все. Вот и все. И не нужна никакая там война, никакие эпидемии, никакие там законы о паспортах, которые надо отнимать у колхозиков. Не надо. Надо просто цену держать вот такую. И не будет сельского хозяйства в стране. А значит, сетевики скажут, ребята, ну жрать-то население должно. Вы что, хотите революцию? Вы что, хотите 17 или 91 года? Нет. Мы хотим, чтобы население у нас ело словиные язычки. Все замечательно. Мы можем пойти купить словиных язычков.